Переходим к птичке. Ну, для начала, как всегда, нам нужна некоторая компоновка всей птицы. Целиком намечаем, докуда у вас будет примерно голова птички и хвост. Почти на весь лист делаем, небольшие расстояния оставляем вверху и внизу. Помним, что попугай, когда сидит, он наклоняется у нас налево немного. Получается, он не прям по прямой будет расположен, а немножко по диагонали. Вот так вот, верхняя часть налево больше наклоняется, нижняя направо. Это вот общее самое расположение его тела. Вот, ну, там он еще сидит на ветке папами, и у него тело и хвост все равно чуть-чуть по-разному будут изгибаться. Мы это еще позже прорисуем. Вот, можно нижнюю часть чуть длиннее делать. Вот, у него хвост длинный все-таки. Можно немножко увеличить, чтобы совсем не мельчить. Может прям вот доходить практически до конца листа. Вот, и рекомендую сразу, сразу начинать ветку располагать, потому что ветка, она нам практически указывает, где расположены лапы у попугая, и соответственно, какая половина тела у него вот. Вот, начинается у него брюшко, крылья, и какая половина тела с крыльями будет. Вот, если посмотреть на всю фигуру попугая, хвоста, да, головы, то лапы довольно высоко расположены. Хвост у него вот большую часть тела занимает в таком вот сидячем виде. Получается, лапки примерно здесь рисуем. Вот, ну, точнее даже не сами лапки, это ветка даже тут будет чуть ниже. Вот, и от этой вот, вот тут себе наметив это расстояние, можно ветку как раз начать рисовать. Там денис так уходит, тут он цепляется за ветку, мы позже нарисуем, и вот так вот изгибом уходит туда. Ну, можно свою чуть-чуть придумать ветку. Опять же, у нас нет цели полностью скопировать. И толщину рисуем. И ветку тонкую совсем не делаем. Нам нужна такая ветка, чтобы на ней все-таки, ну, даже визуально выглядело, что может удержаться большой попугай. Вот, толщу немного. Вот, линиями веду ее такими не совсем плавными, то есть чуть-чуть где-то она может быть угловатая ветка, но где-то и плавная. Лучше эти два свойства линий, скажем так, перемешивать, оба использовать. Вот, потому что ветки, ну, они так и растут. В каких-то моментах очень резко могут изгибаться, а в каких-то неуловимо и плавно идут. И размечать начинаем ему основные части тела. То есть голову, брюшко, тело и потом лапы. Ну, и дальше хвост. Голова занимает немного места. Она вот, если на эту линию нашу ориентироваться, чуть-чуть вот за нее налево выходит. Пока что просто кругом намечаем. Мы в этот круг по размеру потом впишем и клюв. Вот и все. У него клюв такой очень загнутый, поэтому он практически в круглую форму впишется. А то у него скорее форма головы немножко меняется из круглой. А вот круг, он из-за эскипа как раз вот по круглой пути. И потом сейчас переходить к телу будем. Тело от головы начинает, смотрите, вот эта задняя часть, она прямо начинается от вот, скажем так, пока что воображаемого затылка. И идет вот так вот по этой линии, немного наклоняясь таким закруглением к низу. Вот доходит до этой линии. Тут точно пока не прорисовываем. Помним, у него тело само по себе не такое большое, у него крылья больше места сейчас займут, когда будем их прорисовывать. То есть такой по форме кокона такого. Наклоняя и немножко рисуем. Посмотрите на фотографию, у него по спине более ровный такой изгиб идет. То есть тут изгиба практически не будет. Вот эта часть максимально ровная может быть. То есть вот этот круг и с правой части от него как бы вот эта линия как бы соскальзывает по ней. И уже потом вот идет и чуть-чуть расширяем ее, чтобы там как-то логически нам получилось дорисовать хвост из нее. Вот, а здесь немножко грудка выпячивается. Вот, внизу тоже можно закруглить. Видите, у него тело с большим наклоном идет, чем эта линия. Потому что он сидит, получается, лапы у него в противовес вперед идут, поэтому тело немного направо наклоняется. Тело я довожу, видите, практически до ветки. Чуть-чуть места можно оставлять, не обязательно прямо впритык. Вот, а после крылья можно намечать уже крыло слева, которое начинается ниже клюва, то есть ниже вот этого нашего кружочка, в котором мы мордочку и клюв дорисуем потом. То есть примерно вот здесь начинается часть крыла, спрятанная за ним. Вот так вот обходя, прячется за попугаем. Ну, даже и за попугаем, и за веткой. Они немного свисают у нас. Помню, у нас тут лапа еще будет. И правое крыло, правое примерно на том же уровне. Если присмотреться, у него там оперение идет вот так вот полукругом. Вот, можно себе вот так наметить такой полукруг. Соответственно, из него примерно вот и будет следующее крыло идти. То, что у него тело такой закругленной формы. Это крыло уже немного по-другому выглядит. Ну, из-за поворота. Вот эта верхняя часть, она плоско расположена. То есть вот она близко уже располагается к этой линии. Это как продолжение вот этого полукруга идет. Вот здесь вот линия начинается. Это верхняя часть крыла. И потом уже из нее вниз ведем. Левая часть, она по прямой спускается прям за ветку. Там самый кончик можно немножко форму поменять. Вот так прячется. А правая часть, она, соответственно, немного по-другому будет изгибаться у нас. Она сначала наверх немного загибается. И потом вниз постепенно присоединяется к кончику крыла. Можно сейчас лапу потом... Ну, пока оперенье мы сейчас прям не будем прорисовывать. Это мы сейчас целиком дорисуем. Крупные части попуга. И когда мордочку, ну, не знаю, лицо, голову, птицы дорисуем и оперенье наметим. Хотя бы основными моментами на крыле тоже. И на хвосте. Так, насчет ног. Они у него из-под крыльев растут в таком его положении. Он, условно, как на корточках сидит. Вот, вот нога уже прямо идет. Она почти вот из середины крыла идет. Я даже низко чуть начала. Вот тут можно начинать. Такой окорочок доходит до ветки практически. Вот. И здесь начинаем вот так закруглять линию для того, чтобы рост лапки уже отсюда намечать. Из этого полукруга идут два пальчика. И они вот так вот как бы обвивают ветку. Ну, тоже следим за формой. Не обязательно, чтобы прям абсолютным полукругом таким шло. Вот. Но нужно чуть-чуть их загибать вниз, чтобы видно было, что он с помощью них цепляется за ветку. Не просто положил ровно ладонь, как на стол. Вот. А собирается вот держаться за нее. Один пальчик более острый. Точнее, более мелкий. Вот. Там коготь уже на ветке. А этот более длинный. У него коготок уже ниже ветки расположен. Тут два пальца. А третий он за веткой. Вот как, если аналогия человеческой ладонью, как большой палец можно сказать. Он с другой стороны. Ну, условно, вот так пока нарисуем. Следим за размерами, чтобы не получалось, что лапка совсем маленькая. Помним, что это большая птица. Лапы у нее тоже крупные достаточно. Конечно, не орлиные, но все-таки. Вот. Такая тушка должна удерживаться. У меня пальцы слишком вниз наклонились. Если посмотреть, он все-таки развернут налево немного. Получается, пальцы тоже немного налево вот так кончики следим, чтобы повернуты были. Чтобы не просто вниз смотрели. Немного левее и закругляюсь по этой ветке. Вот. И то же самое с той ногой. Та нога из-за тела тоже торчит у нас. Немного доходит до веточки. И тут закругление. Начало роста вот этой вот части, хватательной части лапки. Тут уже видно, что нога плоско лежит. И только потом пальцы вот так начинают закругляться. То есть вот эту часть плоско рисуем из-под оперения, которое выходит. Сначала плоско ее рисуем. И тут вот уже делим на два пальца. Один здесь и второй чуть ниже немножко может выходить за веточку. Следим за тем, чтобы выходило так, чтобы вот эта задняя лапа не выглядела гораздо крупнее, чем первая ножка, которую мы нарисовали. Все-таки он к нам развернут правой стороной, ну вот для нас правой стороной. И эта лапа крупнее должна чуть-чуть выглядеть. То есть мы можем посмотреть на них обе и какую-то может увеличить, какую-то уменьшить. Вот тут я пальцы чуть-чуть ему и утолщу, и удлиню. То есть вот так у него будет выходить. Тут кокоток даже чуть ниже нарисуем. Вот. Теперь они с этой лапкой более сочетаться будут. Так, я надеюсь, пока все понятно. Если что, пишите в чат, уточняйте какие-то детали. Там по фотографии, если судить, как раз вот эти пальцы можно вместе немного соединить, и они вот за счет этого будут чуть мельче смотреться. Ну, так визуально нога, вот это будет меньше места занимать. Как раз нам покажет, что вот это вот крупнее, важнее, на нас сильнее смотрит. Вот это вот крыло, которое слева, его можно даже чуть-чуть убрать за попугая. Мне кажется, у нас крупновато получилось, особенно вот эта нижняя половина. Вот, потому что если посмотреть, доходит, вот эта линия почти уже прячется за оперением ноги. Вот, у нас вперед уходит. Посмотрите, как на вашем рисунке выглядит. Вот, может, это удачный будет вариант. Вот тут вот чуть-чуть посильнее загнуть туда за лапку. Вот, а после этого мы сейчас перейдем к хвосту. Его, мы пока что мелкие, ну, не то чтобы мелкие, перья внутри хвоста, которые виднеются, мы сейчас их прорисовывать не будем. Для начала нарисуем сам хвост, основное его оперение. Видно на кончике, что он на две части как бы делится. То есть нам две, так сказать, полосы хвоста нужно будет нарисовать. Вот, а потом уже уточнить. Но сначала по бокам контуры, то есть вот, где я намечала толщину хвоста. Откуда он начинается? С левой стороны он начинается прямо из-под крыла, вот тут примерно. Вот, и хвост практически вертикально, с легким-легким наклоном вниз идет. То есть он как бы за веткой прячется. И вот так вот идет к низу. Доводим до этой линии. Стараемся, чтобы хвост выглядел чуть более прямее, чем тело. То есть, помните, я говорила, да, тело выглядит немножко наклоненным направо нижней частью, а хвост в противовес ему выпрямляется. Все для равновесия, чтобы на ветке удержаться птица. Вот кончик немножко даже вот так выпрямлю. Вот, а другая боковая часть хвоста, она вот за этой ногой даже прячется. То есть он широкий достаточно, а начинается, по крайней мере. А потом постепенно вот так вот его сужаем. Можно чуть уже сделать, можно чуть шире. Я немножко, наверное, уменьшу. Мне кажется, широко выйдет хвост. Очень крупно. Ну, да, наверное, он вот тут начинается все-таки за ножкой. Смотрим за формой всего хвоста, как он получается. Что-то можно подправить, немножко по-своему переделать. Ну, особенно на кончике. Основы как бы формы его роста не меняем. Вот, и пополам делим его. Правую часть можно, опять же, чуть крупнее оставлять, потому что он к нам повернул сильнее. Вот так вот. И кончики вот так вот уже доделываем внизу, ориентируясь на вот эти части. До таких наиболее крупных направлений перьев. Так, ну и сейчас потихоньку перейдем к голове. То есть клюву. Клюв, глаз и какие-то основные части опереньки, например, на крыльях, на некоторые части разделим, чтобы понятно было, как нам потом раскрашивать. На хвосте перья мелкие. Ну, скажем так, не мелкие, а дополнительные. Какие-то направления перьев на грудке. Точно так же уточним. Используйте в церкви. Так же, следует. Продолжение следует. Так, по поводу головы. Из этого круга у нас будет больше выпирать не клюв, а его лоб над клювом, скажем так. То есть, посмотрите, у него вот так вот идет голова, и вот эта красная часть, она как бы слегка нависает. И вот так вот над кругом дорисовываем небольшой вот такой выступ. То есть вот круг идет, а вот здесь дополнительный вот такой выступ добавляем. То есть, как бы вот так, чтобы получилась форма. И внизу этого выступа рисуем линию. Это вот будет линия, откуда начинает клюв расти. Там по бокам, если посмотреть, еще ноздри расположены. Вот, и отсюда уже начинаем сам клюв. Он у нас как раз по форме круга идет. Ну, кончик только может немножко совсем вперед вот так выйти. У нас вперед немножко торчит. Вот, и возвращаем вот эту... Я пока белую часть клюва рисую, и возвращаем ее обратно вот сюда. То есть, получается, как такой четырехугольник искаженный сильно. Да, то есть, вот эта боковая часть идет круглая. Сейчас уточню. Вот так вот. Вот эта боковая полукруглая часть идет, возвращается сюда. И здесь вот одна прямая линия остается. Вот это вот почти вот практически 90 градусов. Вот тут вот угол будет у нас, где ноздряв попугая. Вот, под этой линией, вот примерно вот этот, где такой вот изгиб у него внутренний от клюва, вот так вот отводим линию назад. Это у него часть клюва, которая... Она на черном фоне у него видна, но это та часть клюва, которая как раз-таки вот открывается и закрывается, с помощью которой он может открывать клюв. Своего разделения на нижнюю и верхнюю половинку клюва. Вот, она доходит вот не дальше, чем до середины головы. То есть, прям огромный клюв ему тоже не нужно рисовать. Вот, очень высоко эту линию не ведем. Ноздря гораздо выше, чем вот этот вот кончик его улыбки условной. Можно сразу ноздри наметить, прямо на уголках такие кружочки рисуем. С другой стороны практически не видно, там можно еле заметный овал какой-то наметить. Вот, а здесь вот кружочком вполне видна ноздря у него. Вот, и нижняя половинка клюва. Она под... Как раз-таки вот после этой линии начинается. Если посмотреть там черным, вот так вот отделено все. Вот, вот это вот у него нижняя половинка клюва. Она вот так вот тоже внутри круга идет. Вот так можно закругленной частью нарисовать. Вот, и сразу вот так довести, где я наметила цвет линии. То есть мы будем помнить, что вот это черным цветом будет, а вот это светлым. Я думаю, мы потом попугаю шею немножко подправим. Потому что она у нас такая широкая у него выходит. А клюв все-таки вперед идет. Ну, впереди этой шейки. Так что, когда вот эту нижнюю половинку дорисуете, посмотрите. У него шея должна быть не там, где кончик клюва, а чуть-чуть правее. То есть вот тут примерно. Вот так вот. Вот так вот. Вот, а вот это уже там крыло видно. Вот, и намечаем пятно, которое, ну, окраска перьев около глаза. Она начинается примерно вот где вот эта черная часть, ниже ноздри. Вот так вот мы ведем верх линию. И верхняя вот эта линия, она абсолютно такая горизонтальная. Как ее бровь, можно сказать. Тоже таким многоугольником почти рисуем. Прямо особо круглых форм там нету. Только вот тут вот нижняя. И она подходит под клюв. Это пятно под клюв прячется. Таким поворотом. Размещая все это смотрим параллельно, ну, на всю голову, как она получается. Я бы немножко лоб ему еще сильнее выдвинула вперед. Вот эту часть, помните, мы вначале нарисовали. Ее можно еще чуть-чуть вот так вот вперед вывести. Такой он более получится таким здоровяком попугая. Мы уже не волнистого попугайчика маленького рисуем, а вот крупного попугая. Так что они такие помощнее товарищи. Так, затылок вроде хорошо идет. Пока так оставляем тогда. Глаз намечаем. Глаз намечаем кружочком. Он как раз у него примерно вот напротив и чуть ниже ноздри. Рисуем кружочком и внутри зрачок. Пока так. Ну, тем более, красками будем раскрашивать. Это мелкие детали уже будут, почти будут незаметны. Сейчас, когда лапки, ну, не лапки, мордочку, глазки, прочее, доделаете, покажу, что будем делать с крыльями. Полминутки даю тогда и продолжаем. Ну что ж, переходим к крыльям. Нам нужно в основном наметить. Если посмотреть, у него, во-первых, цвета отличаются сильно на оперении. Вот их наметим. И направление перьев. Сначала перья. Верхняя часть особо, вот там более-менее все гладко. Вот, но чуть ниже примерно, вот начиная от плеча, условно говоря, перья уже длинные идут. И вот эти слои перьев мы так и наметим. Сначала рисуем линию. Линию неровно, то есть там одна часть выше идет, и потом постепенно к низу спускается, как рельеф горы какой-то практически вверх, ну, верхушки горы. Вот. Вот так намечаем линии вот это место. И вниз введем три крупные части. Как раз после вот этого сильного завышения, сюда до лапы, смотрите, как раз почти по линии тела, идет одна часть оперения, и там внутри несколько перьев отдельных видны. Вот, это одна часть. Вот. И вторая часть, она посередине крыла идет, то есть практически до самого конца. Вот так вот она идет. А третья совсем чуть-чуть, это вот позади видна, там одно перо буквально можно будет нарисовать, и все. Можно его даже чуть-чуть за контур вывести, чтобы он торчал вот так вот, наружу немножко выходил. Вот. И тут тоже можно условно разделить на пару-тройку перьев. Вот. Там еще одно внизу, или два торча. Смотрите, вот эти острые можно отдельно подрисовать внутри. Это слой, который под вот этими тремя первыми слоями виден. Вот. Это вот основные вот оперения такие. Мы их будем по тону чуть-чуть, они отличаться тоже будут. С той стороны практически ничего не видно, но тут можно вот так внутреннюю часть нарисовать. Смотрите, я вот нарисую полосу, то есть мы будем понимать, что вот это внутренняя часть крыла, а это наружнее. Тут освещение и цвет немножко другой будет на этом краешке крылышка. И на хвосте крупные части, там тоже по этим половинкам перьев, в принципе, можно на них ориентируясь вот так вот дорисовать такие застренные перья. Можно разные немножко, можно как на фотографии. То есть вот тут одно ниже, оно как бы должно прикасаться к контурам, которые мы нарисовали у хвоста. Вот можно к внутренним, можно к внешним. Тут вот так вот идет, например. И здесь еще ниже. Вот самое низкое одно нарисую. Там два, по-моему, да, два. И здесь вот так, допустим, еще пониже. То есть вот слои такие перьевые, из которых состоит хвост, их нужно сейчас прорисовать. Это основная часть. Вот сейчас, ну, в принципе, практически все наметили уже. Вот, будем скоро ластиком все это очищать. И, ну, к краске подготавливать рисунок. И начинать уже к цвету приступать. Да, по поводу ветки. Когда с оперением закончим, можно около ветки, на ветке несколько вмятин заранги нарисовать. Там какие-то есть отступы, отросточки маленькие. Их можно сейчас сразу делать, например, вот такими вот треугольниками, как бы не дорисованными до конца. Чуть-чуть совсем, чтобы что-то отрастало. Вот, можно вот такую вот, как эту, часть коры нарисовать, пару линий. Много не нужно, там достаточно какая-то. Такая гладкая порода деревом. Буквально пару деталек. Елена Петровна, вы руку поднимали. Если что-то уточнить хотите, пишите в чат. Подробнее объясню. Право под веткой. Вот тут вот перо, да. Около хвоста перо. Вот. И так заканчивается этот крылышком. А, или вы имеете в виду на фотографии, если смотреть, там еще чуть-чуть выглядывает, ну, крыло длиннее идет. Вот тут вот еще за веткой видно. Можно, да, пониже нарисовать. Можно не прямо за веткой заканчивать, кончик крыла. А вот так вот немножко его вывести. То есть, если условно вот так вот он за веткой проходит, кончик, вот тут он заканчивается, и внутренняя часть вот туда заходит внутрь, за попугаем. Да, можно ветку, ой, не ветку, крыло удлинить немножко. Давайте, да, скину в WhatsApp карандашный рисунок. Если что, посмотреть поточнее немного. Сейчас вышлю. Ну да, мы сейчас будем ластиком светлее, тем более все делать. Может быть, какие-то детали будут плохо видны. Так, я выслала на всякий случай вам рисунок этот в чат в WhatsApp. Вот, уточняйте, смотрите. Сейчас побледнее делаем так. Ну, ненужные всякие детали, которые мы начинали, тоже уже стирать можно. Во-первых, вот эту середину тела, внутри линии, которые мы намечали все. Сейчас можно убрать. Они у нас не будут видны. Вот эту полосу внутри крыла. Я сначала вот все ненужное сотру, то, что мы для построения использовали. А потом буду усветлять весь рисунок. Так. Так. И весь рисунок усветляем. Вот по светлости, как вот верхняя часть ветки у меня нарисована, вот прям бледно должно быть. Прям вот максимально убираю все. Главное просто видеть самим вам на своем рисунке, где какая линия была. Прям бледно-бледно можно. Особенно вот в оперенье, в прочих таких мелких деталях. То есть они должны быть, но очень неярко. Толстые линии утончаем обязательно из-за толстоты обводки. Тоже рисунок такой темный может получаться. Так, побледнее делаю. Так. Да. Перед тем, как красками рисовать, крошки ластика тщательно убираем с рисунка. Так, я предлагаю нам начать все-таки сейчас краской чуть-чуть. У нас основной цвет красный, вот мы его, ну, мы с помощью и оранжевого, и красного будем основной тон попугая прокладывать, то это вот без цветного оперения, который, а потом дополнять детали. Вот как раз основной вот этот красно-рыжий все мы сделаем, а потом небольшой перерыв. Так, я буду небольшой кистью рисовать, вам, думаю, тоже лучше маленькую брать, либо какая-то зауженная кисть должна быть с тонким кончиком, который вам удобно управлять, так скажем, чтобы она была и тонко рисовала, и широко. Как я говорила, начинаем с оранжевого цвета, вот, потому что у нас, ну, во-первых, такие оттенки, они переливаются освещение, там ярко вокруг попугая, он сам яркий, вот, и его часть высветлена, то это та, которую к нам он повернут. То есть свет на него, скажем так, вот сюда падает примерно, на вот этого часть брюшка, на часть головы, поэтому сначала прям ярко-оранжевый цвет берем, можно его, ну, жидко-краску берем, не забываем об этом, но при этом достаточно ярко. Вот, и оранжевым прокладываем часть его окраски, то есть это у нас как подложка под последующий красный цвет будет. Вот, у него достаточно светлая вот эта верхняя часть головы, ее выкрашиваем тоже оранжевым шею. Видите, я как такую цветную каплю веду и постепенно вот такими мазками вниз ее делаю. На брюшке желательно как раз таки вот такими движениями все это наносить. Так будет видно, что он такой более, ну, пушистый, что он не абсолютно гладкий, хоть там оперения не особо разнообразные, но он сам такой разное, покрытие перьев разное. Вот, вот здесь уже темнее идет, потому что от крыла большая тень уходит. Вот, и оранжевый получается в основном идет просто посерединке живота. Вот так вот прям пятнами такими наносим, помню, у нас еще красный цвет, так что это вот такое неполное покрытие. Ноги, особенно левая нога, она очень ярко освещена у него, поэтому ее вот так вот прям таким легким, оранжевым, ярким, но, опять же, не плотным, а водянистым. Так вот оранжевым выкрашиваем. Чуть-чуть вот здесь вот другую ногу, около особенно ее начала. Ну, начало точнее, это часть, где начинается уже его вот эта вот лапка, пяточка расти. Видите, да, он высветляется, совсем бледный будет, поэтому еще красный добавлять будем, не получится у нас такой прям персиковый, все будет в порядке. Крыло. Крыло, оно, ну, во-первых, давайте вот с этого, с левого крыла начнем. У него самая светлая часть, это вот эта верхушка на плечике. Вот это плечо ему тоже оранжевым выкрашиваем. Вот, а правое крыло, оно почти все тоже яркое, там по краям только затемнение есть. Мы их отдельно добавим, поэтому почти целиком вот так вот оранжевым перекрываем вот эту верхнюю часть. А в хвосте, в принципе, только середина каждого пера, она очень светлая и кончики. То есть вот в серединке одного пера, вот верхнюю можно даже не красить, потому что они темные, мы их сразу красным будем рисовать. Серединка вот этого перышка и кончики. Кончики можно тоже сразу рыжими сделать, поярче такими. Вот самые яркие, скажем так, детали мы на нем таким делали, и сейчас будем к красному переходить. То есть он будет у нас смешиваться с этим оранжевым. Самый вот обычный красный цвет берем. Стараемся его брать чистым. То есть чтобы краска была не грязной, не смешанной с другими. Промываем, если что, кистью. Тоже следим за консистенцией, то есть чтобы краска была водянистая, но и не совсем прям бледная. Вот и продолжаем то же самое делать, но уже рядом с оранжевым. То есть голова у него более красная. Видите, начинаю от оранжевого и как бы в разные стороны расплывается. Около оранжевого тоже наношу. То есть там, где у него перень, где такое красно-рыжее, уже пробелов никаких не оставляем. Там подбородок мы вообще потом еще другим цветом затемнем. Вот самые глубокие тени мы еще поверх делаем другим цветом. То есть этот красный, это пока тоже не теневая какая-то часть, а вот один из оттенков его перьев, вот этих красных. Можно, видите, я на оранжевый заезжаю. Вот лучше заехать на него и смешать их, чем оставлять прям четкую границу. Смотрите, видите, вот так должен пересекаться. То есть вот так вот начинаю прям на оранжевом светло, а потом можно еще взять побольше краски и вот тут прям побольше красного добавлять. Так, до лапки дошла. Что у нас там с ногой? Вот нога, помним, там тень у нас еще будет глубокая, нога по сравнению с ней может быть чуть-чуть бледнее. То есть, видите, с оранжевым прям намешиваю сильно. Вот так примерно пока пусть будет. Так, крыло тоже практически все красным делаем. Видите, сильно захожу на рыжий. То есть серединку самую только оставляю вот таким оранжевым, с оранжевым пятнышком. Вот тут, например, у меня, видите, очень четкая граница получилась. Ну, как шапочка, шлем какая-то. Вот тут можно водой с остатками красного, с небольшими, так вот аккуратно эту границу еще раз выкрасить. Даже еще возьму. Вот так вот примерно. Можно сейчас внутреннюю часть крыла тоже выкрасить красным примерно до половинки, потому что ниже уже там более синие цвета будут у нас. Можно заранее вот так затемнить. Ну, не затемнить, а, скажем так, основную цветовую подложку уже сейчас добавить вот такую. Тут внутри лапки добавлю еще раз, потому что быстро высветляется, совсем розовый становится. Помним, акварель она светлеет, если ее вот водянисто наносить. Но это и правильно. Ну, лучше следить за этим и, если что, еще раз добавить цвет. Чем слишком ярко, сразу нанести на какие-то такие места тонкие, где много цветов переливаются, вдруг-вдруг заходят. Чем перетемнить там и потом ничего не сделать с этим. Так, ну и перья хвоста, их можно сразу выкрасить красным, там кончики затемнив поверх. Вот, то есть оранжевая – это самая освещенная часть, а внутренне остальное просто красное будет. Но при этом все равно следите, чтобы видно было, как они разделяются на отдельные перья, потому что нам кончики нужно будет каждому отдельно выкрасить потом. То есть небольшой пробел можно оставлять, вот так вот, видите, чтобы они не смешивались. Так будет удобнее, и вам видно будет, где остается, ну, где разделяются перья на части. Вот тут кончики у этих тоже можно красным сразу закрасить, чтобы потемнее были. Верхние перья можно прям ярко делать. Хоть у нас, ну, опять же, будет тень там, но можно сразу такую подложку делать поярче. Вот начало вот этих трех перьев. Так, сейчас небольшая передышка минут на пять. Как раз если что-то доделывать нужно, доделывайте. Вот с этим цветом. И позже уже перейдем к остальным цветам освещения. Ой, оперение, освещение. Ну, в принципе, верно и то, и другое. Вот, и к фону, и ветке вокруг. Нашу птичку. Сейчас переходим к голубым, желтым, зеленым цветам. Начнем со светлых самых, это желтый. Выбираем прямо вот лимонно-желтый цвет. Самый такой яркий. Красивый. Опять же, следите, чтобы он чисто на кистили был. Ну, то есть без примесей других красок, потому что он очень легко близнится от тех же там синих, красных, любых других цветов. Вот, если посмотреть, он прямо из-под красного начинается. И мы его рисуем легкими движениями так, словно мы не доводим его до кончика вот этого пера. Помните, мы вот эти три части основные делили. Вот, и вот так из красного ведем, и потом отрываем руку, и вот как бы половину, даже меньше, немного занимает этот желтый цвет у нас. Совсем чуть-чуть вот на этих перьях. Вот, и на заднем перышке вот так нужно тоже одно добавить. То есть это самое начало роста вот этих перьев. Рекомендую не добавлять зеленый туда. В принципе, можно вот таким вот травяным, сейчас травяным-зеленым таким начать вот это место, где переход в синий цвет идет, но лучше, пока не высох желтый, сразу брать голубой или синий цвет. Ну, такой вот. Такой вот. Или вот такой. Они плюс-минус похожи. Вот, но лучше их, а не ультрамариновый цвет. Ультрамариновый, он такой прям, ну, более спокойный, синий. Вот, я вот первый, пожалуй, возьму, самый. Вот, и пока не высохло, мало берем сначала на кисти, прям на желтом вот так начинаем. И введем к низу. Каждое перо по отдельности лучше, которое мы вот прорисовали. Почему я от желтого начинаю? Как раз смешиваясь, у нас зеленый такой будет получаться немножко. Вот, на кончике можно еще раз вот так вот проложить. Видите, как раз у меня такая капля была, всплывается красиво. И то же самое и здесь. Сначала не очень много на желтом. Каждое перо вот так по отдельности. Видите, я между ними маленькие пробелы даже оставляю, чтобы видно было, что по отдельности они идут. Каждое перышко поштучно, так скажем. Ну, они пересекаться в любом случае должны. Вот, но чуть-чуть между ними остается место. Это не страшно, наоборот, даже на пользу. Кончики темним. Вот. Вот эти вот внутренние особенно. По отдельности тоже рисуем. Вон там мы точно еще фиолетовый даже добавим попозже, когда подсохнет. Тут у нас перо синие. Вот так вот до кончика дорисовываем. Так, что у нас еще есть синие? Вот сейчас прям темными цветами можно работать. Помните, у нас вот тут вот немножко у него такое темно-синее перо. Его можно ярко сделать, темнее, чем крылья. Вот эта вот часть внутренняя, она сильно затенена, так что она может быть прям будет очень темной. Опять же, позже, я думаю, даже фиолетовый туда добавим. Вот за телом, которая часть. Она мрачненькая. У него синяя часть еще тут видна на крылышке снаружи. Вот ее вот сейчас тоже намечаем. Вот так вот. Ну, синего больше особо нет нигде. Вот снаружи хвоста нужно так чуть-чуть добавить тоненькой линии, которая сходит на нет внизу. При желании, смотрите, на вот этих перышках можно добавить отдельные пятна изумрудным цветом. Вот таким вот лучше зеленым. Вот этот, который я показывала. Лучше вот такой, но сильно с водой разбавленный. Как отдельными такими капельками на перьях. Но, опять же, ориентируемся на эти линии, которые рисовали. То есть вот так вот, как отдельными перышками, несколько штучек дорисовать можно, чтобы капелька внизу была такая крупная. Это как кончики маленьких перьев на желтом, которые растут. Тут вот такое можно сделать. То есть видите, почти что крапинками, но они по направлению роста перьев все равно расположены, должны быть на крыле. Много на желтом не делаем. Вот скорее на самом переходе к синему. Сейчас лапы можно сделать. Лапы как раз-таки вот какой-то смесью серого. Как мы делали уже, изумрудный с красным смешать попробуем. Такой сероватый, фиолетоватый цвет выйдет. Так, сюда лучше больше изумрудного. Вот примерно таким оттенком. Сейчас сфокусируется. Вот таким примерно цветом лапки можно сейчас выкрасить. Пока что опять же целиком, без деталек маленьких. Как вот на кисть много не выбираем. Вот так вот фон им общий просто добавить надо. И все. Для начала. То есть как заливку внутри пачеков этих его делаем. И этим же цветом заранее можно клюв ему затемнить. Мы будем другими цветами ему еще добавлять. Но вот эту черную часть клюва сразу серым выкрасим. Давайте. Вот так. Пока он серый побудет, позже мы еще утемнять будем оттенками разными. Что у него там еще? А, вокруг глаза. Вот глазик тоже остатками. Прям вот на кисти. Видите, я бледно-бледно серым доделала, чтобы вот совсем слегка около глаза затемнено было. Проследите, чтобы у глаза темно не получилось. За пятно еле заметное должно быть. Пока попугай подсыхает, вот это все. Мы сейчас будем утемнять его. Можно пока ветку выкрасить тоже каким-то нейтральным светом для начала. Вот. И позже уже утемнеть другими оттенками будем. Давайте охры сначала его выкрасим. Если удобно, можно кистью покрупнее, чтобы сразу всю ветку закрасить бледно. Вот как мы лапы выкрасили ему сначала одним таким оттенком. Так же и ветку. Для начала просто прокроем светлым цветом и все. Особенно вот в нижней части, вверх, не стараемся прямо вот еле видно, размыто так вот намечать. Вот. А внизу можно чуть ярче. Вот так вот. Ну, вот так мы над всем рисунком понемногу работаем. Как раз вот, чтобы пока одно сохнет, можно другую часть рисунка сделать и наоборот. Пока сделанное будет высыхать, можно вернуться к первой и дополнять ее. Букварелье это наиболее оптимально. Краска водная, все мокрое, все на воде. Так, нижнюю чуть темнее. То есть пока такой основной оттенок этой ветки. Помним про воду. Совсем не темним сразу. Пока ветка подсыхает, можем вернуться к нашему попугаю и ему, например, мордочку. Ну, да, не знаю, выпьется, наверное, морда. И называется морда. Лицо доделать ему. И темные части на оперенье, которые мы прям фиолетовым затемним. Ну, таким фиолетовым, бордовым. Клюв для начала его очень бледно-коричневым нужно сделать на кончике. То есть берем коричневый и прям вот он очень бледно, вот так полупрозрачный должен ложиться у вас на бумаге. Это я обычно и взяла такой коричневый. Это сепия. Сейчас скажу точное название. А, это умбра. Умбра жженая. Ну, то есть такой коричневый, он не сильно холодный. Вот, как сепия. Сепия прям в серый уходит. Ну, и не оранжевый такой. Очень бледно. Беру его и, начиная от кончика, клюв закрашиваю. То есть кончик закрасила, а выше уже двигаюсь с еще большим количеством воды. То есть можно даже смыть краску, оставить на кисти воды побольше и вот так вот наверх вот этой водной частью довести. Вот, а вот это самое начало можно даже оставить белым. Вот ноздри можно тоже коричневым и сейчас доделать. Они не чисто, ну, не прям настолько ярко освещены, что аж белыми кажутся. Над коричневым немножко доделать. Видите, очень светлый цвет. То есть по насыщенности даже бледнее, чем ветка должен получиться цвет. Этим же коричневым. Мы клюв можем затемнить. Смотрите, стараемся его затемнить не целиком. Помним про вот эту линию рта, то есть где он открывает клюв. Ее не трогая, вот так подбородок тоже светло-коричневым закрашиваем. Вот этот клюв черный, так и будем слоями красить, то есть периодически к нему возвращаться. Он так темным в итоге у нас получится. Нам чисто черный цвет не принципиально использовать, не нужно. Все-таки это такой более живописный у нас рисунок. Акварель, она красочная, яркая. Поэтому мы с помощью разных цветов и смешения их будем добиваться такой вот темный мрачный оттенок. Вот видите, нанесла поверх такой же бледно-коричневый, и клюв уже темнее становится. Все, хоть и не прям черного цвета. Давайте, чтобы нам этот, часть его лица с белым пятном, чтобы нам так своей белизной глаза не мозолила так, мы сделаем сейчас серый цвет снова. Ну, можно также изумрудный, красный использовать. Вот, вот можно даже чуть больше изумрудного в нем использовать. Вот такой вот примерно. Опять же, очень бледно, очень мало берем, воды больше. Сейчас пониже опущу, чтобы видно было, что я делаю. Вот так давайте. Вот, если посмотреть, у него там мелкое оперение видно, которое от клюва вот так вниз расходится, и под глазом тоже. И вот так вот, такими полосочками, пятнышками, вот так мы наносим вот это оперение. Смотрите, я самым кончиком кисти работаю, я на нее совершенно не давлю, потому что чем сильнее нажимать на кисть, тем шире пятно получается. Вот я несколько пятен такие добавила, видите, темнее всего у начала, где клюв, и под глазом. Вот эти вот линии должны еле просматриваться, то есть такими прям, они прерывистые, почти пунктирные. Вот, их мало. Следите, чтобы целиком не получалось совсем затемненное вот этот вот его пятно на мордочке. Около глаза тоже можно чуть-чуть обвести этим же цветом, чтобы он выделялся. Вот. И каким-то тем же коричневым цветом зрачок. Так, Светлана Александровна, этот цвет, это я смешала, как мы делали серый, изумрудный и красный, но больше изумрудного добавила, чтобы он такой, зеленовато-серый получился. Очень мало его взяла, он должен быть очень бледно ложится. Спасибо. Спасибо. Этим же зеленым цветом. Даже, смотрите, можно сразу взять этот изумрудный просто. Вот я совсем с остатками серого его только смешаю, если и все, не более того. Вот, я этот цвет, изумрудный, возьму для лапок. И им покрою самые верхние части пальцев. То есть, получается, это середина каждого пальца практически. Это я много взяла. Видите, вот это многовато будет, чуть-чуть водой. Разбавляю, беру, чтобы на кисти не были крупные капли, потому что это очень тонкий рисунок. И вот так аккуратно увожу туда в пальчики. Но не целиком. Видите, оставляю все равно, чтобы серый этот просматривался. Пальцы, они закругленные, поэтому, ну, как в форме цилиндра, условно говоря, каждый пальчик. Поэтому там много нюансов освещения. Мы, как сможем, на маленьких ножках прорисуем его. Ну, то есть, я зеленого добавила тут. Давайте пока перейдем к затемнениям, к фиолетовым цветам для попугая. Фиолетовый для начала лучше брать, во-первых, такой вот более не, скажем так, не синий кислотный фиолетовый такой, а светло-фиолетовый. Или его можно еще дополнять вот таким цветом. То есть бортовый цвет. Вот такие оттенки будем использовать для теней в перьях попугая, там под крыльями еще где-то. Я начну вот с этого цвета. в палитре у меня это называется краплак красный. Там краплак красный, есть английская красная. Вот английская она рыжая совсем. Вот этот вот лучше подойдет. То есть такой фиолетово-бордовый. Можно фиолетовый с красным смешать в палитре, тоже должен хороший подходящий оттенок получиться. Вот, где самые главные затемнения? Во-первых, внутри крыла. Прямо вот тут вот, начиная от тела, то есть я поверх красного веду, и этот цвет вон туда увожу ему за лапку. То есть вон там прячется темная часть крылышка. Это место тоже можно сейчас выкрасить. А фиолетовый темный буду подверг потом наносить, еще раз утемняю. Из-под правого крыла тоже идет тень большая, но она не целиком лапку закрывает. То есть начиная вот так вот от плечика поверх красного. Ведем. И за лапу прячем. Животик тоже. Самую нижнюю часть аккуратно выкрашиваем вот так. Можно с этой тенью соединить, которая за лапкой вот так идет. Края стараемся более размытой делать. То есть видите, вот эта граница у меня остается. Я ее прямо вот водой могу вот так чуть-чуть размыть. То же самое внутри вот этого крылышка. Если очень четко выходит, немножко ее можно размыть вот эту линию, границу. Если присмотреться на голову, посмотреть внимательнее, у него тень еще есть над клювом, во-первых, и под ним, то есть как под подбородком. Тоже бордовым цветом. Так, раз фокус, секунду. Ой. Так. И вот тут вот около клюва аккуратно тоже затемняем. Смотрите, я наношу такими капельками для того, чтобы потом кистью без краски. Помыв ее, промокаю. И аккуратно, почти вот ничего, видите, кисть такая сплющенная, почти ничего на ней нету, ни воды, ни краски. Аккуратно вот так вот размываю вот эти пятнышки. То есть чтобы затемнение было чисто у самого клюва. Дальше особо оно никуда не идет. Вот, и то же самое внизу. Посмотрите, самая темная часть, она именно ровно под самим клювом. То есть можно такую, как пятнышками, вертикальную полоску нарисовать, а кистью без краски аккуратно направо ее размыть. То есть моем кисть, отжимаем ее, протираем. Ну, можно просто об стакан промокнуть ее посильнее, чтобы вода стекла вниз. Если все равно в ней много воды впитанной, можно об салфеточку или бумажку отдельную протереть тоже. Вот, и вот так вот аккуратно уводим направо. Такими короткими движениями, мазками. И вот этот краешек аккуратно ему растягиваем под подбородок туда. Точнее, из-под подбородка в бок. Если где-то, кому кажется, что не хватает краски, все равно чуть-чуть добавляем совсем обратно. Аккуратными такими капельками, пятнышками. Этим же цветом на животе немножко ему теней тоже добавим. Смотрите, это делается тоже пятнами. Помните, мы рисовали такой полукруг на... Ну, под головой у него, на шее, показывающий вот направление от крыла к крылу. То есть вот так вот он шел. И это направление, оно в оперении на животе везде соблюдается. И поэтому так, аккуратно его соблюдая, можно несколько перышек подобавлять. Соответственно, шире и крупнее всего они на затененной левой части. На фотографию тоже можете ориентироваться, что-то оттуда выбрать, какие-то пятна наиболее выразительные для вас. Вот тут вот почти целиком у него все затемняет. Вот нижняя часть живота, тут прям полосой одной все можно затемнить. Но помним, чтобы крыло и живот по отдельности были, краешек оставляем ну просто красным, без фиолетовых, бордовых оттенков. Вот так вот. Вот эти вот оставляем пробелы, чтобы у него все-таки крыло, брюшко и лапа выглядели по отдельности, не смешивались в одну точку совсем. Сейчас можно даже чисто фиолетовый взять уже, не бордовый, и нижние части перьев на хвосте затемняем. Также можно, смотрите, вот так прокрасить нижнюю часть и кистью без краски и практически без воды аккуратно вот так наверх размыть. Такой вот как раз плавный переход будет от темного к красному цвету. Можно поэкспериментировать, взять другой фиолетовый для этих перьев, они очень темные, так что там не страшно будет, если оттенок немного другой будет, там опять же от его количества затемнение будет зависеть. вот эту часть делаем и размываем. оттенок. Спасибо. Спасибо. кончики можно дополнительно слегка затемнить. так и самые кончики тоже такие у него темненькие довольно. Аккуратно их вмешиваем уже в подложку существующую. Можно вот в этих пробелах тоже аккуратно фиолетовым докрасить. Видите, я совсем бледным вот так вот в них доделываю хвост. хвост он темный, там особо белого точно не будет видно. Так, и берем темно-фиолетовый снова. Вот тут мы им еще немножко поработаем. В глубине тени под крыльями обязательно. Вот так вот такое утемнение добавляем. Видите, эта тень, она мельче, чем предыдущая. То есть за счет этого мы покажем, что она темнее всего под крылом, а потом все высветляется и высветляется, когда наружу выходит. Вот. Около лапки еще раз можно так обвести аккуратно. Чуть-чуть на самой лапе из-под крыла вот так тоже намечаем под перьями. Чтобы видно было, что и на лапу тоже хоть небольшая из-за того, что плотно прилегает, но все-таки есть тень. Фиолетовый на синим тоже чуть-чуть делаем. Красивый такой оттенок будет. Можно не целиком синий перекрывать. Видите, я частично добавляю. Вот особенно около красного. У другого крыла прям вот условно в подмышке чуть-чуть делаем фиолетовым и вдоль живота. Еще раз вот фиолетовым такой многословностью мы сделаем тень. вот особенно внизу там прям потемнее. Не забываем про этот бортик крыла. Тут можно чуть-чуть синего, кстати, добавить ультрамарином или предыдущим синим вот в этом месте. Тут у него тоже немного синее оперение начинается, так что можно поменять оттенок на такой голубоватый. Вот вот тут чуть-чуть дополняем. Вот ультрамарином давайте также на этом на клюве добавим затемнение поверх нашего коричневого еще вот аккуратно таким синим выкрашиваем около ноздри на клюве самом. Видите, я все равно оставляю белую линию, где он открывает, чтобы видно было, что он все-таки это не у него не срос целиком. Зрачок можно нарисовать одним из темных цветов, например, тем же темно-синим тут я добавляю. прям вот очень маленькую и очень темную капельку делаем. Для этого берем и воды и краски не очень много, но чтобы на кончике кисти она была расположена. у нас лапки еще остаются, их сейчас немножко уточним, вот и в принципе после этого у нас ветка и фон остаются в основном и все тень лапки вот ее тоже в принципе можно фиолетовым сделать можно фиолетовый сделать самим тоже как-нибудь смешать синий и красный или малиновый такой сиреневый темный оттенок чтобы у нас не только один и тот же был вот можно такой смешать вот я синий взяла и красный в акварели ультрамалин и красный примерно такой фиолетовый могут дать вот он нам нужен для чего чтобы под пальцами каждой лапки нарисовать тень смотрите тень расположена на пальце то есть она не такая которая лежит на дереве а это затемнение самой лапки то есть на каждом пальчике вот так вот в нижней половинке добавляем такой вот фиолетовый цвет ну чуть-чуть на ветку конечно может заходить но в основном это тень ножки самой лапы можно коготочки сейчас прорисовать тоже таким синеватым даже больше цветом лучше чем фиолетовым как бы они исходят из вот этой тени также на ножки можно нарисовать маленькие пятнышки смотрите я вот прям еле-еле прикасаюсь чтобы это нужно для того чтобы нога лапка получалась более такая ребристая ну шершавая это можно кстати и коричневым еще делать не ограничиваемся только одними холодными цветами коричневый тоже берем светло не очень много и вот точно так же такие пятнышки добавляем на пальцах на этой тени чуть-чуть мы придадим такой более теплый оттенок а еще мы с вами не сделали тень внутри крылышка вот это вот внутренняя часть ее фиолетовым тоже можно сейчас закрасить можно смешать я вот синий беру вообще и с остатками фиолетового так вот смешиваю ну ультрамарин с фиолетовым и вот этим цветом вот тут внутри хочу выкрасить внутри крыло оно затемненное будет так нам на крыле кое-что лучше бы наметить сейчас помойте пожалуйста кисточки от темных фиолетовых всяких и охру взять нужно чуть-чуть такой наш бежевый такой цвет вот эти желтые перья вот эти их разделения лучше охры аккуратно вот так вот обвести она очень водянистая должна быть видите вот слегка намечать на вот эти вот направления на желтом особенно фоне как бы на синих не обязательно вот где желтый и нужно на красном чуть-чуть это вот разделение на некоторых местах нужно обозначить чтобы виден был рост вот этих крыльев перья точнее на крылья на вот этой крючевой части крылышка можно красным еще раз добавить еще пятнышек которые обозначают какие-то выбивающиеся крылья да что ж такое перья крылья перья вот тут вот видите а по краям прям отдельно вот так добавляю маленькие пятна какие-то крупнее какие-то длиннее но в целом они не очень крупные и некоторые просто сливаются в один такой фон маленькие вот тут можно добавить на стыке с желтым но не везде опять же чтобы это в рамку такую не превратилось просто показываем что это крыло оно может быть чуть-чуть лохматым таким то же самое с лапкой можно делать на животе мы уже наметили некоторые эти углубления в его перышках ну можно красным чуть-чуть совсем прям отдельно так вот добавить видите даже я взяла кисточку такую она разлохмаченная немножко вот это удобно будет намечать вот так вот тут уже есть на ноге вот тут не хватает чуть-чуть совсем пару пятен вот тут на плечике левого крыла чуть-чуть такой красный пятнышко добавляем так и нам сейчас к ветке неплохо бы перейти ее снизу во-первых затемнить нужно будет еще и подобавлять мелких вот вот эту кору ее рельеф вот сейчас для ветки нам точно сепия понадобится такой вот краснова ой красноватый коричневато-серый цвет тут коричневый нам наиболее холодный нужен поэтому берем его беру водянистый достаточно много и нижнюю часть ветки прямо от начала до конца прокрашиваю но вот на этом изгибе меньше всего затемнения поэтому тут начинаю широко сейчас подвину тут начинаю пошире а здесь совсем узко потом снова расширяю еще набираю краски вот тут она такая растопичная коричневая ни с чем не смешивала я взяла просто коричневый цвет сепии называется у меня в палитре в наборе акварели это такой холодный оттенок коричневого достаточно то есть он в рыжину не должен уходить сильно если у вас коричневые все такие прям оранжеватого коричневого оттенка кирпичного чуть-чуть в них синий добавляйте чтобы он более холодный такой нейтральный стал вот а после этого затемнения помните мы кору чуть-чуть прорисовывали ее можно прям краской обвести аккуратненько и обвести и подобавлять еще несколько полос очень тонко это делаем кончиком тонкой кисти не нажимая на нее беря достаточное количество краски чтобы она была такая жидкая легко от кисти отходила на бумагу то есть нужно показать нам что это не что-то пластиковое на чем сидит попугай не жердочка какая-нибудь искусственная например что это ветка этим же коричневым можно наметить тени под вот этими выступами то есть например вот этот треугольник есть и от него вот так по бокам в разные стороны немножко намечаю тень вот тут точно так же как с этим со снегом мы делали можно чуть-чуть вокруг так вот можно еще один оттенок коричневого взять любого в принципе вот и этим цветом тоже такие пятна подобавлять я более такой рыжий коричневый возьму и вот несколько таких деталей внутри темно-коричневого этого добавлю чтобы видно было что дерево не абсолютно одного оттенка там какие-то переливы тоже чуть-чуть присутствуют у гайнас такой яркий тропический вокруг него соответствующая обстановка скорее всего вот поэтому цвет используем не стесняемся так сейчас сфокусируем так в основном с попугаем если что-то и осталось у нас это синий цвет можно взять еще ультрамарин чуть-чуть на крыльях уточнить ему вот эти крылышки синего цвета которые под вот этими слоями крыльев как мы вначале делили на три части вот из-под каждой части все-таки синим небольшую тень нужно прорисовать вот здесь вот и вот здесь прям вот ультрамарином выделяю когда подсохнет она будет не яркая но видно будет что они прям отдельно друг от друга тут какие-то тонкие перышки тут можно дорисовать на синем фоне вот эти перья как мы охры разделяли темные перья можно так ультрамарином чуть-чуть выделить вот как раз перья будут такие более раздельные лежать друг от друга отдельно помним помним про наш клюв чтобы был темнее еще раз добавляем слой давайте сепию на этот раз добавим помним мы просто там добавляем много темных цветов послойно сепию это коричневый я взяла такой которому ветку тень на ней прокрашивали вот так его добавлю под конец можно будет еще раз синий прокрасить чтобы был не такой теплый цвет и все будет темный клюв сейчас пока клюв подсыхает и все остальное давайте большую кистью фон сделаем и если что-то останется еще то уже добавим уже имея готовый фон детали для большого ну для фона у нас там большой формат все-таки будет для маленькой кисти слишком поэтому берем маленькую кисть и в принципе любыми зелеными оттенками около попугая доделываем фон вот можно сначала лист размочить то есть как по сырому но помним что это подальше от попугая надо делать то есть видите я к нему не прикасаюсь как бы небольшой пробел вокруг него оставляю когда мочу кистью бумагу вот вот тут вот перед ним в углах листа можно побольше воды вот вокруг него осторожно потому что если у него затечет будет неприятно вот на ветку слегка можно заезжать но лучше по краям ветки не близко к попугаю то есть вот тут водой смачиваю таким полукругом вокруг попугая этого располагаем воду и после набираем на кисть зеленый цвет зеленый можно разный использовать я буду использовать наверное все которые у меня есть это вот вот этот салатовый который я брала травяной изумрудный и к ним еще присоединять обычно травяную такую яркую темную зеленую вот начну с этого темно-зеленого я его все равно мало возьму вот и часть фона разными такими мазками буду делать им допустим с этой стороны у меня он будет такой цвет и вот тут под веткой там по фото видно как раз затемнение сильное так что тут можно прям еще больше даже взять его с водой не забываем брать много чтобы он плавно распределялся по бумаге головой попугая чуть больше можно вот и постепенно пока все это не сохнет переходим к другим например изумрудный беру тут вот изумрудный будет пусть он же вот сюда заходит старайтесь если берете разные цвета старайтесь чтобы они были в таких местах чтобы не получалось так как будто предмет пересекает этот цвет то есть например видите я зеленый начала тут и его же начинаю над веткой чтобы не выглядело так что эта ветка разделяет цвета на темно-зеленый и изумрудно-зеленый поэтому то же самое можно сделать например вот изумрудно-зеленый чуть-чуть и у хвоста добавить с этой стороны чтобы не выглядело что это попугай поделил фон на две части вот так например я особо темнить не стремлюсь то есть если какие-то светлые части будут не страшно вот у нас все-таки основной персонаж это птица вот мы в оставшихся местах я думаю вот светло-зеленый подобавляют цвет в принципе при желании можно желтый смешивая с изумрудным делать не обязательно именно вот и только из палитры брать если зеленые голубые желтые смешивать тоже соответственно зеленые оттенки будут красивые получаться так вот здесь вот в уголках листа углы не обязательно плотно закрашивать но старайтесь там границ тогда четких не оставалось то есть водой можно размывать по краям рисунка остатки краски в уголках листа в в в в в в в Можно желтые отдельные пятна, много не нужно. Вот тут, например, где-то такие очень расплывающиеся пятнышки делаем. Внизу чуть-чуть листа. То есть это какие-то листочки позади попугая. Спасибо. 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 Тонкой кистью можно еще делать маленькие деталечки на попугаи. Что у нас осталось? Только затемнить, если что-то. Около клюва рекомендую чуть-чуть, если у вас бледно получилось, где мы делали тень, слегка ее так нанести еще тонкой кистью и на подбородке, когда подсохнет, чтобы это заметно было. Так, фиолетовым тем же. Под лапками чуть-чуть можно вот это место, где загибается, тоже чуть-чуть темнее сделать. Около пальцев. И около глаза. Рекомендую чуть-чуть у краевка глаза, прям вот пару пятнышек добавить и как раз эту форму круглого глаза подчеркнет немножко. Можно это бледно сделать, очень не обязательно ярко. Так, на клюве у него пятнышки еще есть. Их вот можно фиолетово-синим как раз делать. Берем вот. Я вот синий добавлю в остатки фиолетового, вот такой вот цвет. Вот, очень бледно его возьму. И вот тут вот аккуратно кончик клюва так затемню, совсем немного. И вот тут у него пятнышки какие-то есть, от нас две идут. Можно их тоже так добавить. И опять же на самом клюве, он черный у нас в самой серединке этой темноты, вот так вот добавляем этот же цвет. Можно побольше взять. Когда подсохнет, будет выглядеть как раз таким утемнением. Можно изумрудным у него внутри вот этих вот перьев затемнить. Я вот смотрите, изумрудный и фиолетовый смешаю. Сейчас. Много. Вот такой вот зелено-фиолетовый цвет сделаю. Это я изумрудный в остатки фиолетового добавила. Этим цветом вот эти перышки можно чуть-чуть внутри затемнить. Видите, я буквально с одной стороны на каждом добавляю пятнышко. Они же темные все-таки. Вот так что и на них можно еще таким слоями еще раз затемнение вот так добавить небольшое. И животик тоже этим зелено-фиолетовым вот так можно чуть-чуть обвести, потому что он затемняется туда внутрь. Если ноздря потерялось, ее тоже можно отдельно вот так выкрасить чуть-чуть. Пятнышко поставить в серединке и в зрачке. Так это теряться не будет. Вот в принципе на этом мы заканчиваем. Нарисовали симпатичного такого попугая. Вот. Какие-то детали еще можно доделать чуть-чуть и что-то. Вот тут видите, я границу, например, это слегка размываю. Чтобы не была такая прям четкой линией, не шла. Вот у нас получился такой замечательный попугай. Вот. Всем спасибо. Надеюсь, вы хорошо провели время и у вас красиво получилось все. Высылайте работы в чат, буду рада посмотреть на них. Вот. И желаю вам всего доброго. Спасибо за участие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!